МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые экспонаты в музее под открытым небом на Кургане Славы. Наводчик сидел в кабине. Ему больше всех не повезло, потому что грохот стал сумасшедший, все разбегались подальше, и ему приходилось слушать это. Неутешительные сводки по коронавирусу заставляют вновь одевать маски. Значительно более серьёзные меры безопасности применяют в школах. Способны ли эти меры защитить, а если да, то на сколько? Далее в сюжете. Перед столовой тоже есть санитайзер. Выходят из столовой, они тоже могут помыть руки и тоже могут произвести обеззараживание. Повсеместное соблюдение личной гигиены – лишь часть особых эпидемиологических мер, которые в этом году действуют во всех школах Десногорска. График посещения уроков, отдельные входы и выходы, запрет на родительские собрания и в целом на массовые мероприятия. Таким учебный процесс запомнится как минимум до конца 2021 года. Также отслеживается посещение учащимися школы после нахождения где-то в отпуске с родителями. Также при приходе в школу они предоставляют справку о том, что они здоровы. Возможно, благодаря этому вирус в учебных заведениях удавалось сдерживать. О себе он дал знать недавно. В пятницу 9 октября стало известно об обнаружении коронавируса у педагога начальных классов и семерых учеников четвертой школы. В этот же день случаи зафиксированы и в школе номер два. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, при выявлении обучающегося заболевшего новой коронавирусной инфекцией, класс, где обучался данный ребенок, переводится на дистанционное обучение. Это подтверждается постановлением администрации Десногорска от 9 октября. Согласно документу, классы 3В, 7В, 9А второй средней школы, а также 3В и 8А школы номер 4 переведены на дистанционную форму обучения. Также обучающимся данных классов в обязательном порядке необходимо соблюдать режим самоизоляции. И посещение учреждений дополнительного образования этим учащимся не допускается в связи с тем, что они контактировали с лицом, являющимся носителем возбудителей инфекционного заболевания. Дистанционная форма обучения для учеников этих классов продлится с 12 по 23 октября включительно. В очный режим обучения классы перейдут при получении отрицательных тестов на коронавирус у учеников и преподавателей. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ Музей под открытым небом на Кургане Славы продолжает пополняться новыми экспонатами. До недавнего времени там находились около 10 объектов военной тематики, но в сентябре экспозиция была расширена. О так называемом «Оружии Победы» далее в сюжете. «Наводчик сидел в кабине. Вот ему больше всех не повезло, потому что грохот стал сумасшедший, все разбегались подальше, и ему приходилось слушать это». С такой спецификой работы нужно было мириться оператору одного из самых грозных орудий Красной Армии. Реактивная система залпового огня БМ-13, получившая прозвище «Катюша», участвовала в самых важных боях Великой Отечественной. И наряду с легендарными танками Т-34, стала символом победы над захватчиком. «Это являлось самым грозным оружием того времени. Последователями РСЗО являются наши современные вооружения». Вклад в победу, который трудно переоценить, также внес и автомобиль «ГАЗ-АА». Легендарная «Полуторка» выпущена более чем 300-тысячным тиражом и прошла всю Великую Отечественную войну. «Обычно «ГАЗ-АА» использовался для перевозки личного состава и боеприпасов, грузов и так далее. Но в данный момент установлена счетверенная зенитная пулеметная установка на базе «Максим». Грузовик получился очень живучим и ремонтопригодным. В его кузове могло разместиться как грозное оружие, так и необходимый провиант. У многих «ГАЗ-АА» ассоциируется с дорогой жизни на замерзшем Ладожском озере. Она столько рейсов сделала в Ленинград блокадные и обратно, что не подается исчислению. И все практически водители, которые были на этих «Полуторках», считались настоящими героями. Массовым оружием Красной Армии стала и «Сорокопятка». 45-миллиметровая противотанковая пушка выпускалась всего два года – с 41-го по 43-й. В руках умелых тактиков она представляла значительную угрозу для легкобронированной техники и огневых точек противника. Ее даже использовали в населенных пунктах, в городах больших, для того, чтобы уничтожить опорные пункты противника. Солдаты поднимали ее, она 550 килограмм весит, затаскивали на третий-четвертый этаж и оттуда били прямо по укрепрайонам. Итого четыре новых экспоната на Кургане Славы, каждый из которых, пусть разными методами, выполнял главную задачу – приблизить Красную Армию к долгожданной победе. Экспозиция на этом завершена не будет. В дальнейшем ее обещают дополнить и другими экземплярами оружия Великой Отечественной. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде. 13 декабря в Десногорске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 11. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна-ТВ. Всего доброго.